МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Дмитрий Напалков, и в эфире программа «Врачи» на общественном телевидении России. Программа, которая рассказывает о первых признаках различных заболеваний и о том, чем современная медицина может помочь в их профилактике и лечении. Сегодня тема нашей программы – эндокринная импотенция, то есть импотенция, развивающаяся на фоне эндокринных заболеваний. Напомним, что импотенция или эректильная дисфункция – это состояние, при котором мужчина не может совершить половой акт. Согласно статистике, в 80% случаев причина импотенции имеет органическую природу – сосудистую, эндокринную или другую. Итак, что же такое эндокринная импотенция? Какая взаимосвязь существует между половой сферой и эндокринными заболеваниями? Какие из них приводят к подобным проблемам и можно ли избавиться от этих крайне неприятных симптомов с помощью современного лечения? Все эти вопросы мы сегодня обсудим с экспертом в нашей студии. Роман Викторович Рожеванов – врач-андролог, эндокринолог, уролог, главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, профессор кафедры эндокринологии, доктор медицинских наук. Роман Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим о такой деликатной теме, как импотенция при эндокринных заболеваниях. Давайте напомним нашим телезрителям, какие симптомы должны насторожить мужчину в плане развития эректильной дисфункции или нарушения сексуальной функции. Да. Значит, ну, наверное, основной симптом, особенно если мы говорим про эндокринные расстройства, это всё-таки снижение полового влечения. Причём, скажем так, оно может быть ярко выражено, то есть что пациент это сильно беспокоит, то есть раньше было, по его мнению, половое влечение высокое, а сейчас оно стало низкое. А бывают ситуации, когда это снижение идёт очень незаметно, постепенно, еле-еле, еле-еле, и тогда пациент уже меньше на нём акцентирован, и многие, даже особенно пожилые мужчины, говорят, ну, может, и естественно, да, и даже не видят в этом никакой проблемы, а на самом деле проблема есть. Есть отрицательная динамика, которая может касаться любого из нас, вот на неё надо обращать внимание. То есть, к примеру, у меня была потребность условно, да, в чистоте ежедневной половой жизни, и вдруг она стала раз в месяц, а больше не надо, раз-два. А если она так была всегда, эта половая конституция и сама по себе цифра не имеет значения. Хорошо. У человека стресс на работе или дома? Не знаю, он заболел, ну, достаточно, например, там, тяжёлой гипертонии, начинает акцентироваться на своём лечении. Это ведь тоже может влиять на половое влечение? Конечно, может. Поэтому, когда мы разбираемся с этим, мы тщательно собираем анамнез. И, естественно, мы трактуем это не в моменте, да, вот последний месяц, хотя последний месяц мы тоже будем уточнять, почему, а что у вас было в последний месяц? Вот я задам такой же вопрос. А последний месяц вы вообще высыпались? А последний месяц у вас переработок не было? А серьёзных стрессов не было у вас в последний месяц, да? Если я вижу, что это есть связь с какой-то разовой ситуацией, то и, соответственно, и совет будет соответствующий, да? Например, поменять образ жизни, да, как-то съездить куда-то отдохнуть, посмотреть, что изменится. А вот. А если, так сказать, здесь будет подозрение, что это уже история хроническая, и пациент говорит, вы знаете, да, у меня сейчас и стресс есть, но у меня и раньше был стресс, но только раньше мне этот стресс никак не мешал. А сейчас вот у меня такая ситуация. Сегодня в нашей программе особый фокус мы делаем именно на сексуальной дисфункции на фоне эндокринных заболеваний. И получается, что эндокринное это заболевание чаще всего развивается или подостро, или действительно носит хронический характер, и человек просто может о нём не знать. А как вообще нарушение эндокринной системы может влиять именно прицельно на сексуальную функцию, если это имеет отношение к совсем другим органам? Ну как же, это не может иметь отношение к совсем другим органам, хотя бы потому, что яички, как таковые, это эндокринные железы. Да, они обладают функцией, так сказать, сперматогенеза, то есть функция ещё репродуктивная у них есть, помимо половой, да, то есть как бы. И репродуктивная функция тоже управляется гормонами. Но если мы сейчас даже не говорим про репродукцию, мы говорим именно про половую функцию, так это вообще основная железа половой функции, потому что она производит тестостерон. Но я сразу хочу здесь сказать, нельзя сводить все расстройства, даже эндокринные, половой функцию мужчин только к тестостерону. Есть щитовидная железа. Это уж точно эндокринология? Да. Точно. Вот если щитовидная железа, например, вырабатывает мало своих гормонов, это называется гипотириоз, у пациента тоже может быть сексуальная дисфункция. Например. А какие ещё органы входят в состав эндокринной системы? Нашим телезрителям наверняка будет интересно узнать и патология каких систем, ну, система понятная, да, эндокринная система, а каких органов может приводить к нарушениям сексуального поведения? Ну, вот про яички мы уже поговорили, про щитовидную железу поговорили. Ещё очень важный орган, именно эндокринный, это гипофиз находится в голове, и он, соответственно, является таким дирижёром, который управляет эндокринными железами. И поэтому, если, соответственно, есть гипофизарная дисфункция, которая касается половых желёз, непосредственно яичек, да, то, конечно, проблема будет как следствие именно гипофизарной дисфункции. Но дело в том, что, например, гипофиз вырабатывает ещё такой гормон – пролактин. Вот он у женщин отвечает за грудное вскармливание в том числе. А у мужчин, например, если гипофиз очень много вырабатывает этого пролактина, избыточно, то он тоже будет подавлять половую функцию. Хотя это не будет связано напрямую ни с щитовидной железой, ни с яичками, да, это независимая проблема гиперпролактиномии называется, заболевание гипофиза. Попробую задать довольно, наверное, сложный вопрос. Можно ли или как заподозрить человеку без медицинского образования, вашему потенциальному пациенту, что это не просто сексуальная какая-то дисфункция, нарушение или импотенция, назовём это старым термином, а, возможно, под этим скрывается какое-то эндокринное нарушение или заболевание. Что должно насторожить? Ухудшение общего состояния. То есть, если сказать наиболее простым языком, стало жить хуже, чем жилось раньше без каких-то объективных причин. Вот не то, что вы назвали в начале разговора, есть негативный действующий фактор, который действует здесь и сейчас. Это всё понятно. А нет, вот как бы системная проблема. То есть длительное время, хуже состояние, хуже самочувствие. Более того, у меня даже пациенты приходят. Они приходят к андрологу, потому что у них есть сексуальная дисфункция, они хотят о ней поговорить, но, кроме того, их волнует блок симптомов, вообще не связанный с сексом. Мне говорят, доктор, понимаете, вот я хожу в спортзал, регулярно хожу в спортзал. Вот у меня раньше были там такие результаты, а сейчас я даже пытаюсь более интенсивно тренироваться, мне тренер программу меняет, а у меня сейчас таких результатов нет. Ну да, с депрессией будет сложно связать, да? Возможно, варианты, тут надо разбираться. Но, к счастью, скажем так, у меня есть просто медицинские уже инструменты, я просто определю уровень гормонов, и я буду дискутировать. Это может мы связывать, скажем, вот это вот ухудшение общего состояния с дефицитом какого-то гормона? Либо наоборот, в данной ситуации всё в порядке абсолютно с пендокринной системой, и, может быть, нужно подключать консультацию психолога, а может быть, консультацию невропатолога, да, а может быть, консультацию сомнолога, опять же, если мы говорим про расстройство сна. Тут надо разбираться с пациентом, но поскольку мы говорим, что может вот именно явиться таким основанием, да? Поскольку медленное хроническое заболевание – это медленное постепенное ухудшение состояния самочувствия, слабость, утомляемость, непереносимость того, что раньше хорошо переносил, и снижение полового лечения. Это уже, конечно, сексуальная дисфункция – один из вариантов. И поэтому, в общем-то, мы, начиная с возраста 30 лет, рекомендуем своим пациентам уже проводить скрининг. То есть вне зависимости от того, есть жалобы или нет жалоб. Если есть жалобы, это подавно нужно проводить, да? Ну, это уже не о скрининге идёт речь, речь идёт уже о клинической картине, с которой нужно разбираться, ну и, соответственно, начать анализы. Ну, даже если нет жалоб или они какие-то неспецифические, ну, утомляемость, всё, что угодно, или любое заболевание, да, можно определить уровень тестостерона достаточно просто и, так сказать, дальше уже думать. Есть здесь какая-то причинно-соответственная связь, либо её нет. Кто должен этим заниматься? У нас нет в Российской Федерации отдельной специальности андролога. У нас есть понятие гинеколог. У нас специальность андролог является научной специальностью, то есть это дополнительная подготовка. И, соответственно, андрологией занимаются либо урологи, либо эндокринологи. То есть у каждого свой есть определённый блок. Конечно, в основном, это, опять же, не знак равенства, но в основном урологи занимаются хирургическим блоком, то, что связано, так сказать, с тем, что мы можем помочь операционным путём пациенту в его дисфункции. А эндокринологи как раз занимаются в основном гормональным блоком, то есть это то, что связано именно с дефицитом гормонов, либо переизбытком, опять же, если про лактин мы говорим и так далее. Эндокринологи, опять же, занимаются сахарным диабетом второго типа. Сахарный диабет второго типа – это, опять же, если взять средние величины, это 30-50% дефицита тестостерона и где-то порядка 50% эректильной дисфункции. Почему так? Потому что в аскулопатии. И, соответственно, ещё помимо того, что есть именно там дефицит каких-то гормонов, у больных с диабетом часто лактвостопати. Как вы отнесётесь к моему предложению нарисовать, изобразить, как гормоны вырабатываются в организме мужчины? Тогда предлагаю сейчас пройти к нашей доске и сделать это прямо сейчас. Да, пойдёмте. Итак, давайте нарисуем, каким образом ведут себя гормоны в организме человека. Давайте. Прошу. Начну я со схемы выработки. Основной дирижёр – гипофиз. Гипофиз передаёт сигнал эндокринной железе. Это яичко. Ну, их два, но чтобы не загромождать доску, покажем на примере одного. Каким образом гипофиз передаёт сигнал? С помощью гормона. Гормон этот называется лютеинизирующий гормон, либо кратко – ЛГ. ЛГ стимулирует выработку тестостерона яичком. Яичко вырабатывает тестостерон, который подавляет выработку ЛГ гипофизом. Это так называемый механизм обратной связи. Точно. Отрицательная обратная связь, которая в норме держит всю систему в постоянном динамическом равновесии. Это всё время регулируется, без каких-либо пауз, во сне, при работе, при отдыхе система работает в норме. Значит, если мы говорим про какие-то именно врождённые нарушения, либо приобретённые, но необратимые нарушения, что это может быть? Это может быть повреждение яичка. Бывает, к сожалению, мальчик вообще рождается без яичка, редко, но бывает. Значит, если это такая история, то тогда что будет наблюдаться у пациента? Будет наблюдаться низкий тестостерон и, соответственно, высокий ЛГ. Гипофиз работает, пытается запустить яичко, яичко не работает, соответственно, тестостерона нет, ЛГ много. Может быть, какая ситуация? Это чаще всего приобретённая. Когда что-то повреждает гипофиз? Не обязательно полностью другие функции, потому что он ещё вырабатывает, как мы говорили, гипролактин, он ещё вырабатывает ТТГ, чтобы стимулировать щитовидную железу и другие его функции. Ну, а что-то это что? Травма, инфекция? Это что может быть? Это может быть кровоизлияние, это может быть травма, это может быть опухоль, например. Это может быть, кстати, в рамках врождённого синдрома. Например, есть такой синдром Калмана, при этом ещё, значит, эти мальчики не распознают запахов. Тоже не вырабатывается ЛГ, гипофизом. В такой ситуации, опять же, тестостерон будет низкий и ЛГ будет низкий. Итак, тестостерон низкий и лютинизирующий гормон тоже низкий. Тоже низкий. Нет сигнала, нет ответа. Необратимые формы, но чаще всего мы, на самом деле, встречаемся с историей, когда тестостерон низкий, а ЛГ нормальный. Не срабатывает отрицательная обратная связь. И вот здесь вариантов очень много. Это бывает и необратимая ситуация, бывает ситуация обратимая. Теперь давайте перейдём к графику выработки тестостерона в возрастном. Уровень тестостерона здесь будет, а здесь будет у нас время. Только даже не годы, а пятилетки. Берём второй маркер. Понятно, что ребёнок рождается, тестостерон низкий. Дальше. Период полового развития, пубертат так называемый. Некий пик максимум, индивидуальный для этого человек. Так, сохранение примерно на одном уровне до 30 лет, и после 30 лет постепенное снижение. Снижение не значит патология. И, соответственно, возникает вопрос, а что будет влиять на вот эту вот кривую? Что будет влиять? Ну, возраст будет влиять как системный фактор, потому что возраст влияет абсолютно у нас на всё. Это понятно. С возрастом. Но помимо возраста, вот именно на этот угол наклона будут влиять все факторы образа жизни, которые воздействуют на пациента. Вредные привычки будут усиливать наклон. Соответственно, нарушение образа жизни будут усиливать наклон. И так далее, и так далее, и так далее. То есть получается, что не достигнув вот этого порогового значения, гормон может быть снижен, а симптомов пока ещё нет. И человек даже не догадывается о том, что что-то не так. Он снижен в рамках нормы, это не патология, и симптомов быть не должно. То есть он снижен относительно вот этого пика, но этой концентрации достаточно, чтобы организм работал нормально. И вот проблемы возникнут тогда, когда эта концентрация дойдёт до некой конкретной величины. Вот тогда это будет уже считаться дефицитом тестостерона. Но я хочу здесь вот что сказать. Вот почему я начал с этой отрицательной обратной связи. Потому что есть один очень важный фактор, который влияет на эту кривую очень сильно. И вот этим фактором является висцеральное ожирение. А вот эта проблема, которая сейчас у молодых людей очень сильно распространена. И тут ещё и возраста нет никакого возрастного фактора. Он ещё не актуален, там 32, 33, 35 лет. Но что происходит? Дело в том, что когда появляется вот эта вот избыточная жировая ткань, она вот этот вот тестостерон конвертирует в другие гормоны, которые дополнительно нарушают вот эту отрицательную обратную связь. Мы видим вот этот вот нормальный уровень ЛГЭ, но он ложно нормальный. Если бы всё было идеально, он бы стал чуть выше в рамках нормы, и тестостерон бы нормализовался. А этого не происходит, потому что мешает вот эта вот негативная секреция вот этого висцерального жира. И вот у пациентов с ожирением, даже в молодом возрасте, вот этот вот угол наклона, он не такой. Может быть, вот такой. Понимаете? И проблема, соответственно, будет, условно, не в 60, а в 32. Понимаете? Конечно, я не рекомендовал бы пациентам заниматься скринингом гипофизарных гормонов ЛГЭ и так далее, потому что это всё-таки вопрос медицинской компетенции. Но вот, например, посмотреть ключевые гормоны, такие как уровень общего тестостерона, и, например, такие как уровень ТТГ, это, я считаю, было бы неплохо. Тиреотропный гормон. Это было бы неплохо и самостоятельно. Ничего там плохого нет, если пациент после 30 лет придёт в лабораторию, определит эти параметры. Соответственно, если он увидит, что они нарушены, это как раз будет дополнительный повод, так сказать, посетить специалиста. Потому что если он, в принципе, ничего не будет делать, то есть жалоб у него нет. Поэтому если жалоб нет, зачем идти к врачу? А если процесс уже начался, но жалоб нет, он же об этом как узнает? Он об этом может узнать, только сделав анализ. Существует большой спектр диагностических мероприятий, которые используют врачи. В нашем сюжете из Челябинска мы расскажем о новом методе диагностики гормонов по слюне. Сегодня наша съёмочная группа посетила одну из медицинских клиник в Челябинске, которая занимается здоровьем мужчин, и узнала о новых методах диагностики и лечения такой проблемы, как эндокринная импотенция. Проблема очень актуальна. Прежде всего, то, что мужчины хотят собой заниматься. Если раньше у нас мужчина считал, что он, дожив до пенсии, уходит на все фронта на пенсию, то сейчас мужчина хочет оставаться довольно-таки активным, бисексуально активным и просто активным до конца своих дней. Многие пациенты, приходящие сегодня в клиники с ректильной дисфункцией, даже не подозревают, что их проблема связана с гормональными нарушениями. Современная медицина использует для диагностики таких нарушений, как анализ крови, так и совершенно новый тест по слюне. Диагностика стероидного профиля слюны, она уникальна прежде всего тем моментом, что мы получаем истинный тестострон тканевой. То есть это берется непосредственно альбуминовая фракция, которая и нужна для пациента, а не то, что мы видим в крови. В последнее время очень много случаев, когда мы берем одного и того же пациента и видим его кровь, и видим стероидный профиль слюны, слюна совпадает с жалобами. Кровь, к сожалению, иногда не совпадает. Если диагноз поставлен правильно, то сегодня существуют способы помочь пациентам с такой проблемой и восстановить эректильную дисфункцию при помощи приема гормональных препаратов, а также комплексной физиотерапии. Это может быть лоттерапия, это может быть ударно-волновая терапия, это может быть PRP-терапия, это может быть комбинация между этими терапиями. Одно из новшеств в лечении эректильной дисфункции – это PRP-терапия с помощью собственной плазмы с высоким содержанием тромбоцитов. Это бьётся аутоплазма, то есть своя собственная кровь забирается у пациента, происходит ряд технических особенностей преодолевания центрофугирования, выделяется только верхний тромбоцитарный слой, который максимально обогащён тромбоцитами, и вводится непосредственно локально пациенту, так как именно при эректильной дисфункции снижается у нас оксид азота очень сильно, именно он и является главной роль в эректильной функции. Соответственно, повышая его, мы улучшаем непосредственно вплоть до излечения либо улучшения самой эрекции собственной у пациента. Существующие методики диагностики и лечения как эндокринных эректильных дисфункций, так и расстройств сосудистого характера позволяют сегодня продлить потенциал мужского здоровья, если вовремя обратиться к специалистам и ни в коем случае не заниматься самолечением. Роман Викторович, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали этот сюжет. Вот как выбрать ещё к тому же самый эффективный метод? Понимаю. Дело в том, что коллега мой в очень короткое время пытался изложить всё то, что они умеют и делают. Но, строго говоря, речь сейчас шла о разных методиках лечения эректильной дисфункции. Потому что если на самом деле мы говорим про те термины, которые были перечислены, это использование тромбоцитов, это, соответственно, лоттерапия. Что такое лот? Локальное отрицательное давление. То есть, соответственно, разряжают колбу, увеличивают приток кровотока к половым органам. Соответственно, физиотерапия и так далее. Это, строго говоря, не лечение эндокринной сексуальной дисфункции. Это лечение сосудистой эректильной дисфункции, которая часто бывает у пациентов как в комплексе, так и отдельно при нарушении, так сказать, эндокринной системы. А вот то, что прозвучало в начале сюжета, это действительно классическая эндокринная методика. Этот метод, безусловно, показан в сложных спорных случаях, когда действительно есть диссонанс между анализом крови и клинической картин. Роман Викторович, ну, теорию всё равно всегда нужно сопровождать практикой и показывать конкретные случаи, как мы смогли помочь нашим пациентам. Сегодня у нас в студии ваш пациент. Я предлагаю пригласить его к нам и продолжить разговор вместе с ним. Александр Геннадьевич, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Мы с Романом Викторовичем знакомы. Можно вас попросить присесть на наше кресло? Да. Скажите, пожалуйста, когда начались ваши проблемы, когда вы сами для себя отметили, что что-то не так? Может быть, вы тогда ещё и не думали идти к врачу? Ну, вообще, конечно, и не думал. Проблемы начались не сразу, не однозначно, не в один час, а как-то, ну, года два или три назад. Вот так вот. Я думал, что это уже старость. Старость. А можно я задам вам вопрос? Сколько вам полных лет? Мне сейчас 68. Мы можем сказать, что 68 лет человек должен сказать, что всё, у меня старость, и вот часть функций моей просто неотвратима. Да я считаю, что человек вообще так никогда не должен говорить, понимаете? Надо разбираться с каждой конкретной ситуацией. И только когда мы обладаем всей полнотой информации, можно там что-то говорить или прогнозировать. А в данной истории нет никаких возрастных противопоказаний к половой функции. Нигде ни в одном учебнике, ни в одной книге по медицине не написано. Вот что, всё, вот если мы достигаем такого-то возраста, такого просто нет. Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а кроме слабости, вялости, может быть, что-то ещё вы отметили у себя необычного? Нарушение интимное в жизни, наверное, заставили вас обратиться именно к андрологу. Безусловно. Вот вынуждены были, советовавшись с женой, обратились к Роману Викторовичу. Значит, ну, в первую очередь я выслушал, естественно, жалобы. Ну, сейчас уже повторяться не будет смысла, да, мы уже их обсудили. Но эти жалобы, вот опять же то, что мы говорили в теоретической части, они являются неспецифическими. То есть самые разные заболевания потенциально могли бы приводить к таким жалобам. Значит, естественно, был сделан общий осмотр. И вот если мы говорим про общий осмотр, связь именно с половыми проблемами, связь именно с тестостероном, на что врач должен обращать внимание при общем осмотре? Исключители подтвердить наличие у пациента висцерального ожирения. Потому что висцеральное ожирение – это один из основных моментов, вот как я говорил на схеме, один из основных моментов, который влияет на выработку тестостерона. А для того, чтобы это сделать, на самом деле, да, считают индекс массы тела, а я знаю, что эндокринологи ещё проще, и другие специалисты к этому подходят, надо иметь с собой сантиметр. А это не то, что проще. Понимаете, проще – это кому-то проще, мерить или считать. Это каждый выбирает сам для себя, что ему проще. Индекс массы тела просто менее надёжен. В каком плане менее надёжен? А у человека может быть высокий индекс массы тела, если у него очень хорошо развита мышечная система, атлетическое сложение. А мышцы, кстати, тяжелее жира. А сантиметры можно воспользоваться и даже в домашних условиях. Да, окружность талии. Это показательно, потому что, так сказать, даже если пресс очень сильно качать, и там будут прекрасные кубики, никакие там 98 сантиметров не получится. То есть, это нужно обязательно использовать ленту для этого. Правильно измерять окружность талии. Если можно, я покажу. Александр Иванович, не возражайте, мы вас замерим. Да, мне, пожалуйста. Значит, как измерять где и что? Значит, измеряется она, значит, по точке, которая находится посередине, между окончанием грудной клетки и подвздошной костью, по срединной подмышечной линии. Вот, соответственно, мы находим это условно, этот центр. Получилось здесь 90, даже меньше, 89 сантиметров в рамках нормы. Итак, 89 сантиметров. А что было бы не нормой для мужчины возраста, Александр Геонидович? 94 сантиметра. 94 сантиметра – это когда надо задуматься о наличии висцерального ожирения. Если 98 и выше, то надо задуматься, что это уже существенно будет вредить, по крайней мере, выработке половых гормонов. Если больше 102 сантиметров, то, к сожалению, у таких пациентов распространенность дефицита тестостерона, или как мы его называем медицинским термином гипогонадизм, уже превышает 50%. То есть у каждого второго? Да. Но у нашего пациента таких проблем, слава богу, нет. Поэтому в данной истории очень большую роль играла гормональная диагностика. То есть была взята кровь, определенная уровень гормона. Естественно, посмотрели на гормоны щитовидной железы, посмотрели на парлактин, посмотрели на гонадотропные гормоны, на все гормоны посмотрели, и они соответствовали норме за исключением тестостерона. Соответственно, диагноз – дефицит тестостерона, или, опять же, если медицинскими словами, это гипогонадизм. И в данной истории шла речь о лечении именно медикаментозным, то есть путем назначения препаратов тестостерона. А продолжительность лечения, она пожизненная? Она пожизненная, да, если только не возникнет противопоказаний. Я хочу спросить, Александр Геннадьевич, на фоне проводимой терапии, как вы себя чувствуете? Побочных эффектов явно никаких, а состояние улучшилось. А что стало лучше? Я стал гораздо веселее. Появился даже в козы. Таблетки от грусти, получается, да? Не таблетки, а лекарства, да? Я бегаю, хожу, каждый день минимум 12 километров. Здорово. Да, похудел. Слабость покинула меня куда-то, раздражительность прошла. Я хочу сказать огромное спасибо вам, Александр Геннадьевич, за то, что вы к нам пришли. Роман Викторович, большое спасибо за беседу, за ту информацию, которую вы поделились. А нашим телезрителям я напомню, ваше здоровье в ваших руках. Если у вас появились такие жалобы, как сексуальная дисфункция, в сочетании с вялостью и апатией, не пытайтесь заниматься самолечением, обратитесь к врачу-андрологу, и он непременно вам поможет. Ну что ж, вот, пожалуй, и всё, о чём мы хотели рассказать вам в нашей сегодняшней программе. И помните, что осознание своей болезни и готовность лечиться – это уже первый шаг навстречу к исцелению. С вами была программа «Врачи». Смотрите нас на канале ОТР. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!